Всем доброго здравия, друзья! Я Дов. Сегодня у меня вот такая вот Motorola DeFi Mini. Кто знает, кто помнит, одна из первых моделей водонепроницаемых, которая появилась на рынке сотовых телефонов. Довольно неплохая моделька. Я сам лично пробовал и купал и мыл её там в воде. Вроде бы не протекала. Проблема данного телефона, который мне сегодня принесли, это не читает сим-карту. Достаточно старая модель. Тем не менее, люди для ремонта готовы выложить аж 20 евро, вот, чтобы восстановить слот сим-карты. Итак, давайте попробуем это сделать. Я почти уверен, что такого слота сим-карты у меня нету. Выключаем телефон. Снимаем батарейку. Что у нас имеется? На задней рамке шесть болтов, два серебристых посередине и четыре черных по углам. Также здесь имеется пломба, которая говорит о том, что телефон чуть не открывался. Меня это радует. Вот здесь вы можете видеть слот сим-карты. Слот сим-карты. Видите, да, из шести контактов одного у нас нету. Как я и думал, такого слота у меня нету. Но зато у меня есть такие вот составные сим-карты, которые я никогда не выкидываю при замене слотов. Здесь можно найти любой контакт практически на любой телефон. Поэтому не советую никому выкидывать. Всегда могут пригодиться. Контакты сим-карты. Кто занимается сотовыми телефонами, знаю, что их огромное множество и очень много разнообразных длинных, коротких, тонких. Поэтому всегда сохраняйте их, чтобы можно было заменить не целый слот сим-карты, а всего лишь один из контактов. Итак, разбираем винты. Точнее откручиваем винты. Обратите внимание, здесь на винтах имеется такая красная резиновая прокладка, которая говорит нам о том, что вода не должна пройти сквозь винты. Вот. Ну и то же самое на черных саморезах. Вот они чуть подлиннее. Видите, да, тоже красная прокладка. Обратите внимание, потому что иногда при снятии винтов прокладка остается на каркасе. Не потеряйте ее. Итак, раскрутили заднюю рамку. Давайте отстегнем ее передние рамки телефона. Здесь вот у нас наклеечка, которая также держит. По периметру отстегиваем. Отстегнули рамку. Смотрим, что можно сделать со слотом сим-карты. Включаю паяльник. Поищу подходящий. Что-то вроде вот этого контакта. Это у нас контакт, по-моему, с самсунга. Сейчас мы его попробуем вставить. Итак, я пока ставлю на паузу. Сейчас я поищу подходящий контакт. И продолжим снимать. Итак, снимаем дальше. Вот я нашел... Я нашел два подходящих контакта. Вот. Один из них и другой из них тоже самсунговский. Оба самсунговские. То есть оба можно вставить. Оба подходят. Давайте. Давайте вытащим сломанный разъем. Там много флюса. Я, конечно, переборщил немножко. Давайте аккуратно. Здесь конденсатор у нас стоит. Также обратите внимание. Будьте аккуратны с пятаками, которые можно запросто сорвать. Вот так. Вытащили контакт. Вот он. Можно, в принципе, по нему и подрезать те контакты, которые мы нашли и будем сейчас устанавливать. Удаляем флюс. Ничерта не видно. Вход для контакта можно немного подрезать, чтобы было проще его оставить с обеих сторон. Вот как-то так. Ну и ставить новый контакт. Видите, да, они совершенно разные. совершенно разные. Поэтому делаем выводы и обрезаем контакт с сим-картой. Я думаю, вот этот подойдет прекрасно. Вставляем его на место старого контакта. Припаиваем. Можно его немного иголкой приподнять. Засунув иголку в отверстие и чуть-чуть вот так его приподнять. В принципе, все, что я хотел показать. Давайте еще раз очистим слот от флюса, который у нас остался. Продуем термофеном. Продуем термофеном. Так, здесь вот у нас находится вот такая вот скоба, которая ставится. куда-то ставится сейчас. Я постараюсь найти. Как-то неожиданно она вывалилась. Я даже не успел. А, все. Понял, она оставляется таким вот образом. Можно вставить ее прямо уже на закрытую, на закрытую заднюю крышку. Так, давайте вставим сначала в сторону, где находится гнездо зарядки. кнопка включения у нас стоит. Ставим кнопки звука. И кнопка блока или кнопка камеры здесь находится. Ниже. Наклеечка. И вот этот самый контакт. Винтиком он вставляется вот сюда. Закручиваем винты. Посередине у нас было два серебристых. Проследите, чтобы прокладки стояли на винтах. Иначе герметичность будет полностью нарушена. Для проверки вставляем сим-карту, которая имеет пин-код. Вставим батарейку. Включаем телефон. Ставьте и ничего не будем в stabilizedе. Включаем пин-пин. Пин-пин-пин-пин. Продукт receive. Включаем возле крем-пин. Включаем либо салат. Включаем телефон. Включаем пин-пин. Грузится Motorola DeFi, вот и сейчас нам должен выскочить пин-код данной сим-карты, если он вылезет, значит все работает. Вот видите пин-код, все работает. Такой простой ремонт, друзья, несмотря на это, на этом простом ремонте за 10 минут можно заработать 20 евро. Включаем телефон, вытаскиваем сим-карту и отдаем телефон клиенту. Всем спасибо за внимание. Это была Motorola DeFi. Решили вопрос, быстро решили вопрос со слотом сим-карты. Всем спасибо за внимание, друзья. Удачи в ремонте и удачного дня.